86 лет назад началось широкое распространение растворимого кофе, ставшего сегодня массовым продуктом. А вот какие удобные и интересные продукты, популярные в 21 веке, спросим у гостя студии. В программе «Утро вместе» чайный эксперт Вячеслав Скороходов. Доброе утро. Рады вас видеть, но на самом деле, как есть сублимированный кофе, такой субпродукт, так и вот с чаем придумали. Есть такое? Есть такое, но, правда, наверное, два разных. То есть вот кофе – это один есть растворимый вид, а в чае получается два разных. Вот сейчас у нас вот здесь – это чайная смола, ну, конкретно смола пуэра. Вот зелененькое – это зеленый пуэр, а золотистый – это черного пуэра смола. Это не совсем получается как растворимый кофе. Дело в том, что в чае тоже сейчас современно стало делать именно вот такой в пакетиках, именно гранулированный. Он как бы… Ну, это такая чисто производственная вещь. То есть это не пыль, вот, которая в пакетиках массово заваривает? Нет, это не пыль, а уже экстракт, да, то есть именно как бы на заводе сделаны. Но я про это как бы мало знаю, потому что это все-таки я больше натуральными занимаюсь. А вот это вот, можно сказать, такой промежуточный вариант, он достаточно натуральный. Это вываривают, выпаривают, то есть практически сутки сутки. Это концентрат? Это концентрат, да, чайная смола. А зачем это делают? То есть он быстро заваривается, да? Да, это для удобства, но для чего делают это вообще же, придумывают люди изначально, с древних времен все разное, на разные случаи жизни, да, разное поговаривают. Отчасти маркетинг, отчасти… Да, да, нет, больше, конечно, удобства, потому что, например, я слышал, что там, допустим, с собой в дальние походы солдаты вот это все брали в Китае, поскольку чай, он занимает гораздо меньше места, да, просто кипятком вы залили, и также у вас тут определенное тоже количество кофеина, естественно, есть, все, бодрость, и все это гораздо удобнее в дороге или в каких-то там, не знаю, в офисе. Даже сейчас вот вы едете куда-то в дорогу, все это гораздо удобнее. То есть не надо брать с обычайной столик, вот эти вот штучки для парня. Да, максимальная простота, да, плюс это все заварка должна быть. Да, эстетика. Ну, а, скажем так, энергетические пищевые свойства одинаковые, да, не теряются? Ну, конечно, чуть-чуть теряются, не может быть. Все-таки лист – это лист, да? Конечно, есть вообще такой постулат, все, что более первый продукт, он более полезными свойствами, конечно, обладает. Чем больше вы его температурно и всячески обрабатываете, все равно будет потеря, это по-любому. А вот у меня, кстати, ассоциируется больше, волнует, точнее, больше другое. Вы говорите, это вываренный продукт. То есть, мне кажется, наоборот, это должно быть очень крепкое, что-то такое. Нет, по вкусу, ну, лично я вот сразу скажу, я предпочитаю обычный пуэр, то есть, вот, не такой, а действительно лист, и все для меня, он богаче по вкусу, и все. Но вкус схожий? Есть, да, схожий, схожий, но есть вот какой-то… Но мастер разберется, что где. Да, 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 есть какие-то свои особенности, ну, побогаче, поплотнее пуэр, наверное, будет именно лист, здесь более такой плоский. А скажите, смола вот такая вот чайная, это только с пуэром можно так экспериментировать или с любыми видами чая? Нет, у нас была смола из красного чая, ну, черный, который по-русски, по-русски, по-русски. Со слоном который. Да, 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 да. Вот, вот встречал три вида, теоретически любой можно сделать. Еще тут один такой момент есть, что добавляют все-таки пластификатор они, потому что если не добавить пластификатор, ну, он, в принципе, натуральный, но тем не менее, то тогда его очень неудобно будет вот на равные гранулки поломать, он будет... Колодцем, да. Да, он будет. Мы за эфиром попробуем немного этого чая. Конечно, конечно. Взбодримся. Да, взбодримся. Сейчас до перерыва у нас еще есть время. Несколько слов вообще о тонизирующих утренних чаях. Что сейчас, скажем так... Что сейчас в моде? Да, что сейчас в моде. Да, на чем с моды? Кстати, есть мода на чай? Мода на чай. Да, есть мода на чай. Дело в том, что тоже это немножко с маркетингом связано, немножко с самой жизнью. Вот, где-то считается, как раз в 4-5 лет вот меняется определенный слоган. Предпочтение. Да, то, что модно, да. То есть вот так вышли там пуэры были, дохунпау был, тигуанинь. Вот, потом... А в пуэре еще есть сейчас разделение, что есть пуэр с древнего дерева. Дело в том, что вообще пуэр – это единственное древовидное. Это дерево, то есть все кустарник, пуэр – древовидный. И он даже молодой или старый, он с дерева. Вот, а деревья... Самое старое дерево на планете чайное, угадайте, сколько? 2,5 тысячи лет. Ну, близко. 3-100. 3-100, да. Невероятная цифра. И ботаники доказали, что это высаженное было. То есть культивировано. Да, да, именно это. Нет, там действительно много диких, но вот именно это, самое старое, оно культивировано в местечке Фэнсин. Там есть фотография, огромное, конечно, дерево. А самое высокое дерево, но оно не самое высокое. Самое высокое, сколько? Ну, метров 15, вот так. 27. 29, да, в руках. В два раза больше. Да, 29 метров. Чайное дерево, 30 метров? Да, да, да. Это в Юнане, Джан Юань, такое местечко. Я так и не доехал, потому что долго там под джунглем надо ехать, только чтобы увидеть это дерево. Кстати, с него запрещено уже много лет собирать чай. Угу. Какая причина, знаете? Нет. Наверное, за ней нет. Безопасность. Мы уже заварили, скажем так, за кадром, бросили вот на столько воды. Это вот одна бубочка. Одну вот эту штучку. Да, 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 ну грамм чуть где-то там. Это грамм. Да, плюс. Хорошо, вот такой настойки. Это очень темно выглядит, это вообще не крепко? Так он еще не расслабился. Нет, шу-пуэр вообще-то полностью ферментированный чай. И вот парадокс такой, что выглядит очень темно, но это не крепко. Но это не крепко? Нет. Вот зеленый чай, например, и красный чай, их можно заварить очень терпко. И все, шу-пуэр гораздо тяжелее заварить, чтобы он был терпким. То есть мягкий вариант для девочек? Полная ферментация, лист полностью обработанный. Еще по-английски называется back fermentation, обратная ферментация, полная ферментация. Полностью, вот он, перебродивший, грубо говоря, этот чай в процессе ферментации. То есть чем он больше ферментирован, тем он легче? Конечно. Чем темнее, тем меньше дубильных вот этих резких веществ остается. Самый терпкий будет, это зеленый чай, если вот заварить крепенько, это будет очень терпкий. И красный, но красный хороший чай, у него ферментация тоже не очень сильная, на самом деле. Так, ну что, пробуем, как это разливать, поскольку это пить. Он мягкий, можно и по целой вот такой вот пьяночке. Объяснили, что ли. Фант, ну ты у нас первопроходец. Это тебе, мне вот с цаплей нравится. Да. Уже присмотрела. А, они разные? Да. Да, там два, так сказать, рисунка. Вот у вас одинаковые, а у меня с цаплей. Так, пробуем. Хочете попробовать? Ваше здоровье, да? Гампей. Ну, вполне себе такой, да. Ну, я бы вот, а, кстати, он, смотрите, оказывается, он еще не полностью растворился. А сколько он должен растворяться? Ну, пока не растворится. Ну, в данном случае, видите, как нам температура не хватило. Кипятком заливать, кстати? Да, конечно. Ну, вот посмотрите, на самом деле, он одну треть только растворил вот этот. Поэтому он ее максимально легко ощущает. Ну, для меня это новое ощущение, я хочу сказать. Не совсем один в один, да? Да, не совсем один в один. Во-первых, здесь нет вот этого яркого запаха пуэра, к которому мы привыкли. Его многие с картошкой, да, земляной ассоциируют. Здесь нет этого запаха. Здесь единственное могу сказать, что в более качественных шу-пуэрах мало земли, вот этих привкусов, по которым вы говорите. Тут все просто. То есть мы еще и немножко заблуждаемся, оказывается, в качестве этого. Качество очень разное бывает. Но запах приятный. Запах приятный, мне очень понравилось. Это тонизирующий напиток или успокаивающий? Нет, конечно, тонизирующий. Кофеин, чай, кофеин. Скажите, таким напитком можно перебрать с тонусом, скажем так? Да, кстати, перебрать все можно. Я слышал, что даже от кефира можно пить, что там есть какой-то минимальный градус. Нет, но на самом деле, людям, например, с давлением или еще с чем-то, есть какие-то границы, что не надо злоупотреблять? Злоупотреблять вообще ничем не надо, и в чаем в частности. Да, кстати, вот чай очень интересен тем, что он на желудок. Чем зеленее опять чай, тем он резче, резче на желудок, раздражающе действует. А чем темнее, вот шу-пуэр самый мягкий, даже оздоравливающий. Но перебарщивать все равно нельзя. Но перебарщивать это вот сколько? Вот говорят, например, кофе. Нельзя выпивать больше двух кружек в день. Ну, чай гораздо более позволяется, да, но тоже в разумные пределы. Но такого нету, я прям не могу сказать. По состоянию, наверное. Ну, если чувствуете, что уже очень некуда деть энергию, то бросьте это дело и пойдите спорте. Ну, вечером нельзя пить чай, потому что большинство людей вообще не спит. На ночь вот такое? Я любой, и такой в том числе. Ну, до шести я стараюсь все больше. После шести, если выпиваю, то все это до двух, трех, четырех ночи. Хорошо, что у нас утренняя программа, да? Да, да, да. Мы можем побаловать себя с утра. Да, да, утром, днем. Весь поведенек у нас будет продуктивным. Так, мы говорили еще о моде на чай, и все-таки мы не пришли к тому, какой чай сейчас модный. Есть ли такой вот? Ну, наверное, в России уже такой прям определенной моды нет, потому что все эти чаи там со временем попали, какие-то периоды были. Но сейчас уже вот широкий спектр чаев, и, наверное, каждый нашел для себя именно понравившиеся. Прямо вот определенной моды, наверное, я считаю, нет на сегодняшний день. Ну что ж, Вячеслав, спасибо вам огромное за такую полезную беседу, за такой вкусный утренний разговор. Будем снова ждать вас в гости. Напоминаем о бодрящих утренних напитках. И не только нам рассказывал чайный эксперт Вячеслав Скороходов. Оставайтесь на телеканале ТВ Губерния. Будет интересно.